Всем привет! Сегодня мы хотим сделать обзор на штатив. Только что получили, курьер приехал прямо к нашему дому. Калитки и, короче, я его прямо там вскрыла, потому что, говорю, я должна убедиться, что там ни палки никакие напихали, ни пластилин. Короче, сейчас мы вам покажем. Давай, распечатаем. Я сейчас распечатала. В общем, всё вот в такой вот. Вот он. В пупырочке. Тут вот нарисован сам штатив. Ну да. Вот такой вот. Там он в мешочке, чтобы удобно было его переносить и хранить. Тут такой мешок, который разъединяется и тут всё вытаскивается. Вот такой вот штатив, и ему можно поднимать. Да, ну давай мы его вскроем. Сейчас мы вот такой вот штатив. В общем, мы его сейчас вот так раздвинем. Вот эти вот сами треноги. Он тут фиксируется вот так. Да. Круточка, чтобы... Не тревожки камеры. Чтобы какой-то закрепить. Он небольшой, вот такой вот. Маленький. Но мне его достаточно, я его поставлю на какое-нибудь... Свободное место. На стул или куда-нибудь на стол, вот, чтобы снимать было удобно. Причём здесь даже есть вот уровень. Здесь есть вот такой вот уровень, чтобы можно было установить камеру по уровню. Чтобы было это всё ровно. Только вот... Во, вот так вот. Подходит для фотоаппаратов, для камер. Ну и, в общем, вот так вот он под наклоном, можно им управлять. Лёгкий. Вообще вот, лёгкий. Да, мне подним. Да, очень лёгкий. Маленький, конечно, но пока пойдёт на первое время. Потом разбогатеем. Ещё купим. Ладно, да, богато. Ага. В общем, вот такой вот штативчик у нас. И, кстати, он недорогой. Он там стоит порядка 500-600 рублей, как так вот. Потому что он маленький. Вот. Я думаю, что потом, допустим, какие-то рецепты я снимаю, да, для вас. И я устанавливаю на стол. Раньше мне приходилось кого-то просить, чтобы меня кто-то снимал. Либо ставить фотоаппарат вообще на какие-то подставки непонятные. Но сейчас я думаю, что мне будет легче работать. Так что вот такое вот у нас приобретение. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте. И подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok